Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Собственность передается имущественный комплекс, а не земля, заявила Аслан Джани на встрече в Чемчире. Собственность. Безопасность, гражданство и Питсунская госдача в общественном совете МИД Абхазии обменялись мнениями. Абсора и диалог поколений. В дискуссионном центре Всемирного Абхаза-Абазинского конгресса состоялась встреча, посвященная сохранению абсора в современных реалиях. Вопрос ратификации соглашения между правительством Абхазии и правительством России о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазии и порядке его использования был актуальным на встречах президента Аслана Бжания с активом от Чемчирского и от Куарчалского районов. Президент подробно разъяснил свою позицию по данному соглашению. По словам главы государства, речь идет о передаче имущественного комплекса, расположенного на территории государственной дачи, и при этом не говорится о передаче земли, так как в рамках закона запрещена продажа земли иностранным гражданам. По поводу этой государственной дачи руководство Российской Федерации с 2010 года, уже со времен именно с 2010 года по 2020 год официально обращалось к нам неоднократно. Неоднократно они просили, чтобы здания и сооружения, которые стоят на территории этой дачи, руководство Российской Федерации очень хорошо знает наши законы. В соответствии с нашими законами земля не является объектом купли и продажи. У нас земля может быть в аренде или в пользовании. Объекты, которые были построены на этой государственной даче, им около 60 лет. Строительство началось в 58-м году и было закончено в 61-м году. После этого никаких капитальных ремонтов в виде зданий и сооружения не подвергались. Я бы хотел вам напомнить о том, что Владимир Владимирович Путин к нам приезжал несколько раз. Если мне не изменяет память, он приезжал пять раз с встречами, которые он провел именно на этой даче с руководством Абхазии. Так вот, во время встречи в ноябре 2020 года этот вопрос был поднят. Он был поднят в свойственной манере, в тактичной манере. Уважаемый Аслан Георгиевич, мы неоднократно обращались к руководству Абхазии по поводу того, чтобы имущественный комплекс, здания и сооружения были переданы нам в собственность. Мы собираемся осуществить капитальный ремонт, новое строительство возможно, завтра приемов и так далее, для того, чтобы этот объект работал как полноценная резиденция президента Российской Федерации. Конечно же, я сказал о том, что абхазская сторона предпримет все возможное для того, чтобы этот вопрос был решен. И я до сих пор считаю, что договор, который мы подписали, если говорить о его сути, о его природе, может быть, кто-то из юристов скажет, что в договоре могли бы быть какие-то другие редакции, это вопрос, который можно было бы подискутировать. А по сути, то, что здания и сооружения, а не землю, как говорят некоторые оппоненты, мы передаем российской стороне, я считаю, что это правильно. Мы это передаем не бизнес-структорам, мы это передаем не случайным людям, мы это передаем руководителю, который сделал, как это мне представляется, очень многое для Абхазии. Весь 2021 год мы занимались работой над договором. В апреле 2021 года проект договора, как и положено по рекламенту, мы обязаны это делать, был направлен в парламент. Против данного варианта соглашения выступил на встрече в Ичимчире руководитель общественной организации Ахиатса Ахрабжане. Первое, что я хочу сказать, это то, что умные люди в руководстве Российской Федерации, когда действительно умные, которые умные люди, никогда не задают вопрос, почему мы помогаем Абхазии. Они помогают Абхазии, потому что мы вместе защищаем одни и те же интересы. На сцене и на страже одни и те же геополитических, культурных и государственных интересов. Если бы это было не так, никогда эти отношения не продлились бы так долго, и никогда отношения наших стран не были бы столь доверительными. Это широко применимая международная практика. Если где-то есть страна, которая в каком-то регионе представляет ваши интересы, стоит на страже вашей политики, вашей внешней политики, то, как правило, большие страны этим странам помогают, потому что не хотят на кого-то и на что-то в этом регионе операции. Если мы каждый раз будем заниматься своей внешней политики с точки зрения обязанностей, виновных, просящих, так у нас нету государства и не остается. Вы никому ничего не должны. Россияне, которые приезжают сюда, наверное, единственная страна, где встречают ракушку, гостеприимно на этом иностранном. Мы не можем разменивать наши национальные интересы на бружбу. Это, кстати, я скорбит им для самой Российской Федерации. Она не подумала, что мы чем-то им должны, и какой-то посол что-то у нас требует. Они помогают, потому что мы друзья. И когда Российской Федерации было... Вопрос какой? Вопрос можете задать? Только Абхазия побежала. Вопрос можете задать? Вопрос только. Да, мы же в Абхазии задали. Давай уж не будем подменять понятия, и давайте в данный момент с чем-то другим, с вечным, и не для параллельным интересом. После выпуска новостей смотрите выступления участников встречи президента с активом Ачимчерского района по вопросу соглашения о Пицунской госдаче. Вопрос ратификации соглашения между правительством Абхазии и правительством России о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазии и порядке его использования обсудили накануне Аслан Бжани и представители политических партий и ветеранских организаций. Принципиальная и самая главная разница в соглашениях 95-го и 2022-го годов заключается в том, что здания и сооружения передаются в собственность России. Земля же как была, так и остается в собственности Абхазии. Российская сторона пользуется объектом исключительно для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране. Об этом в частности сказал президент Абхазии Аслан Бжани. К обсуждению были приглашены все политические партии, ветеранские организации. Участие во встрече приняли председатель политической партии «Айтаира», депутат парламента Леонид Лакербай, председатель Народного фронта Лаши Сакани, председатель коммунистической партии Бакур Бебе, председатель политической партии Ам Цахара Лесик Цукба, руководитель сухумского отделения Ам Цахара, депутат парламента Астамур Герхелия, представитель общественной организации ветеранов Аба Ашерца Хуадлиба отмечается в сообщении пресс-службы главы государства. Абхазская национальная конференция обратилась к депутатам парламента с призывом проявить государственное мышление, гражданское мужество и не рацифицировать соглашение. Слова аренды земли в указанном соглашении никого не должна вводить в заблуждение, поскольку расположенные на территории госдач здания, передаваемые в собственность Российской Федерации, те, которые планируются построить в будущем, неотделимы от земли, на которой они находятся. Что означает их безвозвратное отчуждение, отмечается в частности в заявлении. Авторы заявления считают целесообразным принятие парламентом специального постановления о введении временного запрета передачи или продажи недвижимого имущества государственных объектов в собственность до тех пор, пока не будут возвращены в Абхазию большинство потомков незаконно лишенных своей собственности имущества, изгнанных из своей родины абхазских беженцев XIX века. Партия экономического развития Абхазии призвала главу государства вернуть в работу Общественный совет при президенте, на котором должны быть расшифрованы проблемы, несущие дестабилизацию в обществе и самом государстве. Авторы заявления также обращаются к Народному собранию Абхазии не приступать к артификации соглашения без необходимой экспертизы. Свой комментарий о соответствии законодательству Республики Абхазии отдельных положений соглашения между правительством Абхазии и правительством России о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазии и порядки его использования от 19 января 2022 года юрист Саид Гизердава направил спикеру, президенту, премьер-министру, секретарю Общественной Палаты. Об этом он сообщил сегодня на личной странице в Facebook. В пресс-центре МИД состоялась встреча министра Иннала Арденба с членами Общественного совета при Внешнеполитическом ведомстве Республики. На повестке дня было три вопроса. Безопасность Абхазии в контексте специальной военной операции России в Украине, вопрос возобновления упрощенного принятия в гражданство Российской Федерации и общественные волнения вокруг артификации соглашения по Пицунской госдаче. Подробности в репортаже Марианны Котовой. Встреча министра иностранных дел Иннала Арденба с членами Общественного совета началась с обсуждения вопроса безопасности Абхазии, который встал особенно остро после начала специальной военной операции России в Украине. Призывы украинской стороны Грузии открыть второй фронт для России, которым может стать Абхазия или Южная Осетия, не могли не стать предметом беспокойства и обсуждения в обществе и политических кругах Абхазии. Женевские дискуссии прекращены, а значит и какой-либо официальный контакт Абхазии и Грузии. В этом контексте новая актуальность приобрел вопрос диалога между нашими сторонами. И тут в Абхазии существует два противоположных мнения. Официальный, который озвучивает Иннала Арденба, что до подписания мирного договора ни о каких переговорах не может быть и речи. Грузия тратит 300 миллионов долларов на военные расходы, при этом не подписывая с нами соглашение о неприменении силы. Это тоже надо учитывать. Поэтому переговоры, ну переговоры переговорами, но все-таки надо подписать это соглашение и признать Абхазию. Тимур Нодарая также выступает против каких-либо контактов с грузинской стороной, несмотря на многократное декларирование Грузии исключительно мирного пути урегулирования отношений. По мнению Нодарая, это политическое решение, продиктованное сегодняшними реалиями. Но если ситуация в мире изменится, может измениться риторика и грузинских властей. Там у нас, которая сегодня находится у Грузии, она более хитрая, более умная. Я так считаю, это не право. Не за то, что за нас переживают они, а за себя. Да, естественно, всесегодняшняя властная помогает в Украине, туда есть диригация, в данную помощь передают в большом количестве. Но, как говорил Бисборк, оценивается не намерение, а потенциал. А потенциал – это 300 миллионов долларов бюджетами, в два раза превышающий вообще бюджет нашей страны. И если вдруг так случится, что Российская Федерация будет теперь неудачней, то и минусная власть, возможно, свою позицию изменить. И сам вопрос о латвике второго фронта, к сожалению, на самом деле не снимается, а справедливо существует. Существует и альтернативное мнение, что контакт между странами должен быть. Но по поводу повестки, с которой абхазская сторона будет дискутировать с грузинской, на каких бы то ни было площадках, должен быть внутренний консенсус. Для того, чтобы мы могли смело эти свои предложения представлять нашим партнерам, мы внутри в обществе должны вести активный диалог по выработке этих концепций, видень этой концепции. От того, что мы из послания, из концепции президента убрали слово по отношению к Грузии, ничего-то не изменилось. Мы должны, администрация президента, общественность, политики, должны активно обсуждать возможные пути взаимоотношения на разных этапах с Грузией. Эти наработанные документы должны лежать. При ситуации таком, какой у нас план работает, при ситуации таком, какой другой план работает. То есть, вот это внутреннее согласие, видение внешней политики в конкретной сфере с Грузией и с возможным вариантом развития российско-грузинских отношений, они у нас должны быть разработаны и найден консенсус в обществе. Журналист Манана Гургуле также уверена, что прерывать и пресекать все контакты абхазской и грузинской сторон не полезно ни для внешней политики Абхазии, ни для внутренней. К большому сожалению, очень много вопросов, болезненных вопросов, требующих серьезной экспертной оценки, обсуждения, решения становятся предметом жесточайшей внутриполитической борьбы. Должны быть прочерчены какие-то красные линии, и это должно быть общим мнением, что вот за эти красные линии мы не идем, никто. Кто бы не пришел к власти. А иногда получается так, что ты слушаешь одну сторону, либо власть, либо оппозицию, и думаешь, если они поменяются местами, то против чего сегодня выступает оппозиция, а на завтра, будучи у власти, будет выступать за принятие этого решения. И наоборот. И вот в этой жесткой внутриполитической борьбе, и совсем не конструктивной, а наоборот мешающей развитию перспективам Абхазии, мы просто не можем продвигаться вперед. И топчемся по любому вопросу. По словам Сократа Джинджоли, в настоящий момент перспективы переговоров с Грузией нет, так как с той стороны нет желания признать нашу республику полноценной стороной переговоров. В Грузии мы готовы к диалогу. Мы всегда готовы. Но где, с кем, о чем? Скажите, пожалуйста, какую они повестку предложат? Меры доверия? Извините, мы такие меры доверия, которые в Афинах подписали и подписали в Ялте, мы не можем такие меры доверия, где написано, что мы должны ездить в Академию наук Грузии, там проходить практику наши ученые, если мы даже предложим переговоры с ними вести, они же не будут сами вести, они не будут вести с людьми, которые оккупированы. С Абхазией они ничего подписывать не будут. Они уже заявили. Тимур Гулия, глава АРУА, уверен, что Абхазии необходимо готовиться к войне. По его мнению, никакие международные соглашения и поддержка союзников не помогут Абхазам в случае агрессии. Защищать свой дом придется самим. Рассчитывать на стратегических союзников, в полной мере мы не должны. Мы обязаны и должны рассчитывать на себя прежде всего. В случае войны, дай Бог, чтобы его не было, конечно же, но лучше готовиться к худшему. Поэтому мы неоднократно заявляли с площадки АРУА, со съезда о том, что необходимо готовиться, строить фортификационные сооружения, понять, сколько у нас резервистов и так далее, и так далее. Вместо этого мы пытаемся вести какие-то диалоги в этом направлении, рассчитывая на нашего главного стратегического партнера и союза Мелгородского народа России. Надо рассчитывать на свои силы и возможности, прежде всего. Все-таки нам придется воевать и нам придется проливать кровь. Мы должны воевать за нас, никто не будет это делать. А по мнению Максима Гвинджия, война – это то, чего Абхазия должна избежать всеми возможными способами. Для этого, по его мнению, не стоит зацикливаться на политике. На первый план должны выйти прагматизм и четкое следование национальным интересам. Для этого необходимо перестроить отношение к реальности и перейти от реагирования на вызовы к четкому планированию будущего страны. Что наше национальное безопасно? Вообще безопасно. Сохранение. Сохранение этноса. В случае войны мы видим по ситуации на Украине. Не сейчас новые войны, не такие, как были 30 лет назад. Какое возможное количество потерь мы можем понести? И насколько трагичным будет это для нас? Возможно, в новой войне, если ее нам навяжут, мы победим. А какое количество жертв? И как это будет, эта победа, коррелироваться с защитой наших национальных интересов и безопасности, когда мы потеряем большую часть репродуктивного населения? Когда каждый родившийся ребенок сегодня у нас на вес золота, мы дорожим уровнем рождаемости, который почему-то у нас пока никак не пойдет в прогресс. Поэтому война – это вообще неприемлемое обсуждение для нас. Мы должны сделать все, чтобы ее избежать. И никто нам не должен навязывать эту войну. Изначально вот это так совсем питочка. При этом строить войны и фортификации обязательно. Но строить и экономические фортификации. Что нас может уберечь от войны? Это тесные инфраструктурные связи. Второй вопрос, который обсудили в медиа-центре Министерства иностранных дел – возобновление упрощенной выдачи гражданства России жителям Абхазии. По словам министра, по упрощенной схеме гражданами РФ могут стоять не все, а только отдельные категории. Соглашение предполагает упрощенную процедуру получения российского гражданства для определенных категорий граждан РФ. Затем члены общественного совета принялись за обсуждение вопроса ратификации соглашения по Петсунской госдаче. Особенной дискуссии не случилось, так как все сошлись во мнении, что четкая позиция по объекту была сформирована еще в 1995 году Владислава Мардзинба. Сегодня вопрос находится в юридической плоскости. Насколько соответствует текст соглашения 2022 года законодательства республики и возможно ли соблюдение всех пунктов договора без нарушения Конституции Абхазии? Для этого необходимо провести правовую экспертизу, считает большинство собравшихся. Как бы вы ни ссылались на документ Владислава Ардзинба, подписанный Геннадий Гагуле и российской стороной, мы не были признаны. Это не межгосударственный документ, дорогие абхазские политики. Он не был антифицирован еще на сколько раз. Он не межгосударственный, мы не могли быть. А он прошел вообще в комбине какую-то процедуру? Нет, он не мог пройти. Это просто подпись. Да, и поэтому мы впервые в жизни говорим о межгосударственных отношениях. Они у нас вступили в силу после признания. И после признания все эти документы должны быть обновлены. И поэтому мы требуем от абхазского руководства, не от российского, а от абхазского своего руководства провести юридическую экспертизу в соответствии с нашим законодательством. Это запрос общества. В ходе дискуссии было принято решение обсудить вопрос вместе с послом России в Абхазии Михаилом Шургалиным. Это выведет обсуждение на новый уровень и поможет расставить все точки над «и». Мария Накотова, Турник Амичба, Абазатовая. В дискуссионном центре Всемирного Абхаза-Абазинского конгресса прошла встреча, посвященной сохранению абсуара в современных реалиях. К обсуждению были привлечены специалисты, ученые, деятели культуры, которые делились мнениями и отвечали на вопросы слушателей. Абсуара – всеобъемлющее понятие, в котором сплетены традиции, культура, моральные нормы тысячелетиями, передаваемые и хранимые древним абхазским народом. Впервые с целью сохранения абсуара как уникального феномена задумались во время Отечественной войны 1992-1993 годов. В последние годы эта тема является актуальной, часто обсуждаемой. Я просто думал, что какой-то отрезок времени, а абсуара, мы окажемся на каком-то историческом этапе, где мы сами себя должны сохранить. А вот механизм сохранения, что может нас сохранить, я пришел к выводу только абсуара. Поэтому вот с этой идеей пошел к нашему президенту. Владислав Григорьевич – это не только большой ученый, он большой человек был, это личность, который мыслил к государственному, он мыслил за народ. Он сразу сказал, давай, давай делай это. И вот только с благословения президента мы собрали писателей, ученых, преподавателей, которые из разных районов были в Буддауте. И мы начали обсуждать тему абсуара и каким путем ввести его в систему образования. Какие пути решения в вопросе сохранения и развития абсуара предложили эксперты. Смотрите после выпуска новостей в рубрике «Амшахтес». Минздрав закупил для отделения родовспоможения Республиканской больницы многофункциональный аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных. Аппарат будет использоваться в палате интенсивной терапии роддома. Стоимость оборудования более 5 миллионов рублей. Мы получили многофункциональную систему искусственной вентиляции легких, которая может использоваться на детях от глубокой недоношенности до доношенных детей. Система – это фирма «Мендрей», производство Китай. Очень хорошо себя зарекомендовавшая система. Сопровождал это оборудование инженер, который провел установку системы и будет в эксплуатацию. Нашими врачами система опробована, хорошо себя зарекомендовала. Будем надеяться, что с приобретением такого современного, нового, очень высокоточного оборудования результаты нашей работы будут улучшаться. Мы сейчас стоим на пути до укомплектования нашего учреждения. Мы стоим на пути замены старого оборудования на современное. Все это идет поэтапно. Это оборудование мы в связи с тем, что были проблемы с транспортировкой оборудования во время пандемии. Немножко оно у нас задержалось, но и тем не менее мы его получили. К новостям культуры. Концерт «Ореона» оперного певца Саида Габеча и знаменитого российского пианиста Андрея Коробейникова состоялся накануне в Абхазском драматическом театре «Иминчанба». Вечер, посвященный 150-летию великого русского композитора и пианиста Сергея Рахманинова, стал подарком для всех любителей высокой музыки. Артисты представили зрителям сольный концерт, составленный из шедевров фортепианной музыки Рахманинова. Смотрите репортаж Фаины Матуа в рубрике «Амшахтыс» чуть позже в нашем эфире. Представители Черкеско-Абхазской диаспоры выступили на летнем фестивале культур, проходившем в Штутгарте. Об этом сообщает телеграм-канал медиа-центра МИД Абхазии. Хореографическая группа Северокавказского культурного центра «Город Штутгарт» под руководством Джансет Рана Агумба выступила с большим успехом, рассказал полномочный представитель МИД Республики Абхазии в ФРГ Хибла Амичба. Музыкальное сопровождение осуществлял руководитель центра Айдын Агумба. Выступление представителей нашей диаспоры на праздничных мероприятиях является многолетней доброй традицией и очень тепло воспринимается жителям Германии и других стран Европы, добавила Амичба. Спортивные новости. В Сухоми состоялся однодневный республиканский турнир по боксу памяти мастера спорта СССР заслуженного деятеля физической культуры и спорта Абхазии Рафаэля Аршба в день его 90-летия. Рафаэль Аршба – двукратный призер первенства Советского Союза среди молодежи, чемпион Москвы среди взрослых, член сборной команды СССР среди молодежи. Многие годы возглавлял центральную олимпийскую базу СССР в селе Ишера, где занимались лучшие спортсмены Союза. Неоднократно возглавлял спортивные делегации СССР за рубежом, в том числе и на Олимпийских играх. Республиканский турнир памяти Рафаэля Аршба посетили министр просвещения, языковой политики Нал Габлия, президент Олимпийского комитета Абхазии Валерий Аршба – спортивная общественность. Боксерский турнир организован Госкомитетом по физической культуре и спорту и Федерацией бокса Абхазии. Команды администрации Сухума СГБ вышли в финал любительского турнира по мини-футболу, сообщает Обсны Пресс. Состоялись полуфинальные матчи среди команд Министерства и Ведомства Абхазии. Команда столичной администрации первой вышла в финал турнира. В полуфинале футболисты администрации Сухума обыграли команду пограничного управления ФСБ России в Абхазии со счетом 3-2. Во второй полуфинальной игре встретились команды СГБ и МВД. Со счетом 3-1 победу одержали сотрудники службы госбезопасности. В финале турнира 22 июля встретится команда администрации столицы СГБ. В матче за третье место сыграют команды МВД и погрануправление ФСБ России в Абхазии. Анонс предстоящих событий. 23 июля в день государственного флага Республики Абхазии в 18.00 состоится конное шествие от Театральной площади до Площади Багапш с национальными флагами в сопровождении Духового оркестра Министерства обороны Абхазии. В 19.00 концерт с участием творческих коллективов и артистов абхазской эстрады на Площади Багапш. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Абхазии. 21 июля в Абхазском государственном драматическом театре Минючанба состоится вечер юмора «Алаф Ашта». В нем примут участие писатели, поэты, пародисты, сатирики, а также ансамбль «Гунда». Начало 18.00. Абхазнокультура Министер Ашана бхует Аллафашта ахулпазых. Уи аллаху пашуыча, апоэтша, аппародистша ансамбль «Гунда». Имя бхахует пхангумза южиэказы, самсончан байихтэскуфандкарат драмат театр. И аллахует асаат жаарзы. В завершении выпуска прогноз погоды. 21 июля в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь, гроза, туман. Атмосферное давление нестабильное. Ветер слабый, умеренный. 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22. Днем плюс 22, 27. Температура морской воды плюс 25. Относительная влажность воздуха 70-90%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова